О будущих инвест-проектах по линии Минск-Пекин и о будущем в отношениях двух стран с акцентом на строительный вектор. Сегодня глава государства принял первого вице-президента китайской компании City Construction. Говорили не только о перспективах инвестиций. Александр Лукашенко анонсирует, скоро лидеры стран встретятся лично. City Construction это дочерняя компания крупнейшей финансовой корпорации Китая City Group, входящей в топ 500 компаний мира. Ее хорошо знают в Беларуси. Ситик наш давний и надежный партнер. Компания вложила в совместные предприятия сотни миллионов долларов. Белджи, цементное производство, льнокомбинат – это только знаковые сферы притяжения китайских инвестиций, но не предел. Наше партнерство в ранге стратегического и стороны намерены укреплять его новыми проектами. Хорошая подспорья для этого – политическая воля лидеров двух стран. Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. И все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как мы договорились с председателем Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем. Обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые уходят в сферу вашей компетенции и ответственности. Мы договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в таком рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике, и о военно-техническом сотрудничестве. Поэтому мне надо выяснить ряд вопросов, которые связаны с вашей компанией. Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам, и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов. Но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительные отрасли. Дело в том, что компания «Ситик» готова работать в Беларуси и строить по самым современным технологиям ряд предприятий. Мы это приветствуем. Китайский гость поблагодарил Александра Лукашенко за многолетнюю поддержку корпорации в Беларуси и отметил высокий профессиональный уровень белорусских партнеров. В будущем «Ситик» рассчитывает на большее участие именно белорусских компаний в совместной работе. А впереди, судя по итогам встречи, будет немало проектов. Новый азотный комплекс и цех по производству бумаги на Светлогорском ЦКК – лишь часть совместных проектов. Встреча с президентом была очень плодотворная. Мы получили поддержку и надеемся осуществить новые проекты в Беларуси, которые будут востребованы вашей экономикой. В частности, речь о таких высокотехнологичных, как третья очередь белорусской национальной биокорпорации. Она предусматривает организацию производства витаминов группы В и С, а также инвестиции в проект в области сельского хозяйства. В текущем году Минский Пекин констатирует рост инвестактивности. В первом полугодии она в полтора раза выше показателя 2021-го. На подъеме и двусторонняя торговля. В минувшем году она достигла рекордных показателей, превысив 5 миллиардов долларов. А недавно сотрудничество Беларуси и Китая вышло на новый уровень – всепогодный. Напомним, соответствующую декларацию лидеры наших стран подписали на саммите Шанхайской организации сотрудничества.